Бронхиальная астма Просмотр этого видео позволит вам расширить ваши знания в сфере пульмонологии, в частности, по теме бронхиальной астмы. И кто знает, возможно, эти знания помогут вам спасти жизнь кого-нибудь из ваших близких. Вы узнаете о том, что такое бронхиальная астма, об особенностях этого заболевания. И в заключении я расскажу вам о интересном взгляде на лечение бронхиальной астмы. Итак, что такое бронхиальная астма? Это легочная патология, характеризующаяся приступами удушья. В основе лежит аллергическое воспаление бронхов. В результате происходит бронхоспазм, эузинофильная инфильтрация и излучение мокроты. Все это приводит к затруднению выдоха, то есть к экспираторной отдышке. Мокрота настолько густая, что при вскрытии пациентов, умерших от удуши, патологоанатом может извлечь из легких слепых бронхиального дерева настолько густая мокрота. Происходит как бы самоутопление в собственной мокроте. Интересен тот факт, что кожные аллергические проявления, такие как крапивница, отек квинки и атопический дерматит, являются предвестниками бронхиальной астмы. И если вы обнаружите их у ваших пациентов, им следует порекомендовать, во-первых, гипоаллергенную диету, то есть отказ от всех продуктов, являющихся облигатными аллергенами. К ним относят цитрусовые, рыбу и морепродукты, яйца и клубнику. Также следует больше внимания уделить чистоте в своем доме, так как в домашней пыли живут дерматофаги, клещи, питающиеся чешуйками кожи. Их испражнения – частые провокаторы приступов бронхиальной астмы. Бывает и неаллергическая бронхиальная астма, но в ней все равно присутствует аллергический компонент. Бронхиальная астма бывает контролируемая и неконтролируемая. Контролируемая, когда пациент получает адекватную медикаментозную поддержку. Бронхиальная астма – опасный переход в астматический статус. В этом случае происходит особенно тяжелый приступ удушья, из которого не всегда удается вывести пациента. Лечение и профилактика бронхиальной астмы осуществляется, как правило, ингаляционными глюкокортикоинами через небуазер или с помощью ингалятора. Одним из лучших в мире препаратов на сегодняшний день является симбикорт. Как я уже говорил, при бронхиальной астме у пациентов патологически вязкая мокрота. Поэтому мы можем назначить нашим пациентам муколитики, препараты, улучшающие отхождение мокроты, массаж и дыхательную гимнастику. Бронхиальная астма является коварным заболеванием, потому что могут возникать спонтанные ремиссии дляющиеся в годы и затем внезапное обострение. 40 лет назад пациенты с бронхиальной астмой умирали, переходя в астматический статус. Сегодня смертность от бронхиальной астмы значительно снизилась благодаря развитию медицины в этой области и разработке препаратов, эффективно справляющихся с бронхиальной астмой. В заключении я хочу уделить особое внимание психосоматическому аспекту бронхиальной астмы. Ошибочно полагать, что одними только препаратами можно справиться с бронхиальной астмой. В основе приступов бронхиальной астмы часто лежит стрессовый фактор и известны случаи, когда работа с опытным психологом приводила к длительной ремиссии без медикаментозного сопровождения. Я говорил о бронхиальной астме. Вы узнали о том, что такое бронхиальная астма, об особенностях этого заболевания и о возможных способах лечения бронхиальной астмы. Если эта видео лекция оказалась для вас интересной или полезной, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и смотрите другие выпуски. С вами был Антон Деркач. Берегите себя.